Итак, всем привет! С вами снова Азазепа, и сегодня я хотел бы с вами поделиться этим офигенным способом, как можно заработать большое количество серебра, затратив при этом минимальное количество времени. Как видите, у меня обычный базовый аккаунт, не премиумный. Ну, то есть вы сможете заработать даже больше, чем я, допустим. А сейчас я вам поясню суть. А, перед этим хотел бы попросить у вас поставить лайк под видео и рассказать своим друзьям, если вам понравится. Так вот, смысл в этом. Вы до последнего нажимаете превосходство. В чем же секрет? Секрет в том, что вы можете взять несколько плем танков, если у вас таковые имеются, восьмого уровня. Можно было бы и три взять, но, к сожалению, это невозможно, потому что правила запрещают вот так вот сделать. То есть я пытался уже и с отретьего сюда всунуть, он тоже восьмого. Но экипаж него всовывал и пытался на второе место, но не получилось. Нужно обязательно десятку одну взять. Начинаем. Так, выберем Т-62А. Ну и запустим в бой. А в чем преимущество, как вы уже догадались, то, что фармят несколько танков сразу. То есть, допустим, с одного танка доход идет, ну, где-то 50-60 тысяч. Со второго танка идет доход 50-60 тысяч. Ну, если вы, конечно же, хорошо навоевали там, да, вот, такой доход будет. Учитывается еще же само наличие премиум аккаунта, то есть это уже будет в два раза больше. То есть сколько вы там, 100-110 тысяч привезете, да? Придачу премиум аккаунта, то уже 220 каких-нибудь тысяч. Ну и победа, разумеется. То есть это уже больше. Ну, 250-280 тысяч вполне реально за бой привезти. За 10 минут. Вот, допустим, посчитать вот так вот, сколько вот играете вы в среднем. То есть, ну, допустим, 3-4 часа в день там в танке, да, поиграть. Вполне считается нормой. Если вы там сидите каждые 10 минут, получается, в бой заходите, это 60 минут. Это вы уже привезли 1 миллион за 1 час. За 4 часа вы 4, 5, 6 миллионов. Если вы больше играете, вы больше привезете. То есть, ну, сами понимаете, как оно делается. Так что способ офигенный, работает. Были у меня бои получше. То есть, я сейчас записываю в режиме прямой трансляции. Я не знаю, какой результат будет под конец боя. Это не реплейный. Посмотрим. Что получится. В любом случае, я подмонтирую видео, там будут скриншоты. И еще, еще, наверное, в монтаж ставлю, какие танки лучше для этих целей использовать. Конечно же, не такой этот унитаз, как говорится в народе, КВ-5. Ну, лучше взять какую-нибудь там Т-59, Т-34 или Супер Першинка, я не знаю. Идеально подойдет для этих целей. То есть, список я составлю. Либо в комментариях он будет, либо... ...посредственно в самом видео. Скорее всего, и там, и там. То есть, я практически от своей команды ничем не отличился. Сколько там у меня было, 4 тысячи урона или 5. То есть, на уровне все. Если вы играть умеете, то милости просим. Пармите на здоровье. Промазал. А что, есть единственная Яга-8-8? Здесь, походу, цель номер один. Да, кстати, вот. Пока еще этот способ немногие просекли. Вододелы пока еще там молчат. Пиджовы там... ...сосредоточиться поменьше говорить. Но, сами понимаете. Надо же рассказать людям. Ммм. Так вот. Мало еще пока об этом кто знает. Поэтому распространяйте среди своих друзей и знакомых это видео. Лайки, подписка. Мне будет очень приятно. Также вы можете на моем канале ознакомиться и с другими моими видео. Недавно я прошел зомби. Зомби-ю. Зомби просто называется на ПК. Версия. Можете посмотреть. Это прохождение. Так. Ну, видите, танчик, вот, Яга 8-8, прекрасно выполняет свои обязанности. Была, конечно, карта, может какая-то другая там. Топ, например. На ней, вот, знаете, на Яге я там отыграл, вот, буквально сколько там, два боя попадалось топ. Вот, идеально вообще было. Разве я, наверное, выстрелил. Лица больше даже некоторых десяток настрелял, которые катались на них. 549. В принципе, как и остальные, некоторые даже больше и не могут. Вклад, конечно же, поменьше у меня. Надо в флаги эти пытаться воровать. Ну, все зависит, конечно же, от того же танка, который вы возьмете. Вот, допустим, я сейчас на ПТ-хе, да. Вы возьмете какую-нибудь типа А-59 и будете, собственно говоря, с командой. Как-то более-менее там катать, брать флаги, и у вас будет больше, больше вклад. Поделить бы сейчас кого-нибудь так хорошенько. Ну и стоит не забывать, что вы легкая мишень. Потому что вы восьмой уровень, а не десятый. То есть у вас будет легче как-то. Вот это я вот как-то вот смазал нехорошо. Видите сами. Поскольку мы взяли несколько премов, в случае придется выкатать и второй. Мы, в принципе, нормально 5 минут отжили. Надо второй выкатать. Подфармить на нем. В принципе, знаете, КВ-5 он тоже неплохой танчик в определенных условиях. Десяток, конечно же, насасывает. Своим пробитием. Сколько там, 110 или сколько? 167. 110, да, конечно, 110 миллиметров. А, голдой не стреляйте. Это, ну, как само, конечно же, разумеющееся, но просто говорю, чтобы... Мало ли. Уже в плюс такой не уйдете. В принципе, все доступно объяснил. Все должно быть понятно. Ищет 200. Ну, смотрите сами. Вот на уговне, да, вот в среднем 2000, да, вот люди тут настреливают. Конечно, может там чуточку меньше, чуточку больше кого-то. Согласитесь, проблему не составляем, и вполне все законно. Что у нас вас... Вас за это не забанят. Или... Играть себе на здоровье. Чтобы тут-то, кстати, похитрее. Вообще бы, в идеале, я бы туда к СУ-7 подъехал бы и понакидывал. Можно и здесь, и за горочкой. Кто там поиграл у них? Еще никто не поиграл? У нас уже сколько, несколько человек поиграют. Я так не сниму. Хорошо, так ему влетело. Видимо. А, вот еще о чем преимущество. То, что вы катаете, как бы вы здесь можете... Мало того, что вы фармитесь, так вы еще здесь и можете починиться. То есть, вам за ремонт не придется платить. Еще некоторые танки вы можете разбомбить артиллерийской поддержкой. То есть... Сейчас она мне накопится, я вам покажу. То есть, видите, там на семерку, на восьмерку. Сейчас кому-нибудь подстрелить бы. Например, его. Все. Есть артоподдержка. Смотрите, теперь сюда. Нет, давайте лучше в толпу. Толпа... Толпа это всегда хорошо. Так вот. Все. Полетело. Смотрим сейчас. Кому-то там что накидает. О, сразу еще с четверхку сняли. Вообще изи. Что-то мне седьмой фкшит, что ли. Нет, просто по нему не стреляю, потому что знаю, что... Ну, конечно, КВ-2... В смысле, какая КВ-2? КВ-5 это... Танчик суровый, но не настолько. Надо свалить отсюда. Разберут меня тут быстро. Тем более тут цель номер один, наверное. Стреливаем. Пробить не могу с такого расстояния. Чудеса, да и только, да? Есть попадание. Вбок. Вбок ты ему прям. Садил, есть попадание. Все, бой закончился. Здесь прошло. Сейчас, по-моему, вы знаете, результативный бой. 82 тысячи. Это без према. 82 тысячи. Ну, 3 тысячи 800. Смотрите относительно других. То есть, ну, это неплохо, да? Если бы там 5 тысяч было, как у меня там в том бою. Ну, я вам покажу. Ну, как на записи там будет. Скриншотик у меня. В общем, Суси до вас донес. А с вами был Зазепа. Лайк, подписка. Смотрим скриншоты. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...